Друзья, всем привет! С вами Георгий. Добро пожаловать на мой канал. Приветствую вас в первом выпуске 2022 года. И сегодня так немножко хожу по теплице, покажу что да как, расскажу, что делаю в теплице зимой. Сегодня хороший солнечный денечек. Поспел урожай цитрусов, который раз за год. Рыбки в порядке, исправно зимуют, у них все хорошо. А в теплице на самом деле вот январь, февраль, ну и декабрь в основном я особо ничего и не делаю, честно говоря. Так вот даже что-то цветет, брунфельсия пахнет. Перчики, вот надо плоды собрать. Я даже насажал в декабре еще под лесные кашпо всякие растения ампельные, типа очетков, крестовников. Ну вот такой, атоны всякие, вот копензис, красолы, которые вот тоже такие. И больше я ничего, честно говоря, я не делаю. Даже я не поливал уже, наверное, больше месяца. И вот ионимы такие подвязшие стоят слегка, потерявшие цвет. Ушки повесили, как говорится. Но поскольку в Подмосковье очень темно зимой, я вообще стараюсь особо и не поливать. При этом растения очень сильно, конечно, подсыхают. Особенно при такой температуре, как этой зимой у меня плюс 15. То есть в прошлое было плюс 5, растения вообще особо не испаряли влагу. А сейчас при плюс 15 вот у алои листики так оба и складываются. В общем, ничего особо теплицы не происходит, честно говоря. Захожу сюда, рыбок покормить. И все. Ну, а растения так вот выглядят не очень сейчас хорошо, конечно. Но зато могу сказать, что при такой зимовке они хорошо сохраняются. Я ничего не досвечиваю. Вот сейчас сегодня солнечный денек такой прекрасный, январский. Вот там солнце где-то вдалеке пробивается. В общем, замечательно все. А в теплице вот так достаточно мрачно все равно. День короткий и растения просто пережидают это неблагоприятное время. Без досветки, без полива. Ну, конечно, не без потери. Вот кто-то подсыхает, ничего с этим не сделаешь. Но мощные и сильные экземпляры 99% все себе хорошо зимует. И вот даже маленькие всякие красулы, которые под большими растут, они тоже никак не страдают от этой зимовки. Все с ними хорошо. Вот ионимы здоровые, которые за лето я вырастил огромные. Они поскидывали очень много листьев, которые тоже надо подубрать. Ну, а сами потеряли цвет из такого прекрасного. Они превратились из гранатово-красного в такие просто зеленые кустяры. Но ничего не сделаешь. Здесь же у меня вот подвое. Я, наверное, уже в феврале, в начале марта буду прививать вот эти красулы. Это обычные оваты зеленые. Я буду на каждый, специально вот их выращивал год, чтобы на каждый ствол привить разный сорт. То есть будет на одном кусте несколько, получается, стволов, несколько веток. На каждом ветке будет свой сорт. И будет такой цыганский букет, такое дерево сад его называют. Это если вот про цитрусовые говорить. Когда на одно дерево прививают несколько сортов, называется дерево сад. И очень забавно, когда на одном дереве у тебя растет грейпфрут, лимон, мандарин, апельсин. Ну и, в общем-то, ничего. Регатная ветка. И это выглядит очень неплохо. Гастерии вот я вообще не поливал. Хаворти тоже очень не поливал, уже, наверное, больше двух месяцев. Поливаю вот иногда только цитрусовые, потому что им все равно нужно для роста цветения. У них листья. Им все равно нужно какую-то воду зимой. А вот таким огромным всяким суккулентам им вообще ничего не нужно. Ну вот, кумкватик у меня в регатах. Вообще милые растения, тоже такое хорошее. Но я их посадил что-то слишком бедный грунт, свою глину с камнями. И им, конечно, не очень нравится. Я их вот попересаживаю. Пару которых пересадил, черноземчик там побогаче землю. Они, конечно, прям хорошо начали расти. Вот так у нас выглядит портулокария зимой. Кстати, вот их я тоже поливаю периодически, наверное, раз вместе я все-таки их поливаю. Вот в больших горшках реже, а в маленьких я поливаю. Потому что портулокария, она все равно имеет очень такой тонкий лист по сравнению с красовыми там или с очевериями. И она может подсыхать или листья сбрасывать. Вообще, у кого-то, кто-то говорит, у него оно растет как сорняк. Вот у меня как сорняк она растет, что в регатное, что обычное. И кто-то говорит, что у него она чернеет и как-то очень странно. У кого-то не получается именно почему-то портулокария. Хотя у меня вот, я вам покажу, гладиаторов спартанцев. Видно, вот за стеной там вообще снег лежит, темно здесь. Ну вот эти черенки укорененные, они стоят на полу, без полива, без ничего. И вон они ничего не гниют, не чернеют, даже что-то он растет. Хотя они там сажались, укоренялись уже осенью. Может еще даже не все укоренились. Но вот так в таких, можно сказать, тяжелых условиях. Здесь на полу, кстати, холоднее. Ну и вот даже сырость какая-то есть. Поэтому ничего, все живет. То есть, видимо, от рук еще зависит. Я вот тоже хоть не сильно верю там все, что... Ну, верю, конечно, как бы, потому что я вижу это, даже верить не надо. Что каждый человек, даже делая одно и то же с растением, может и получать разный совершенно результат. Даже седать одинаковые ингредиенты для грунта и сказать одному там, мешай, сажай. Горшки все одинаковые, сорта одинаковые. У одного это будет колоситься, ботвиться, расти, а у другого и все засохнет, и зачахнет, и ничего не получится. Вот листики фикуса Петтиалариса. Тоже очень люблю этот фикус каудексный. Я его посадил тоже такой горшок большой весной. Ну, для него большой. Пятнашечку, наверное. И вот он так хорошо, очень каудексно растил. Даже вот веточку начал боковую отращивать. Каудексных у меня вот очень мало осталось. У меня несколько бомбоксов есть. Я их очень люблю. Ну, фикусы очень люблю тоже, не могу от них отказаться. Вот у меня зимнерастущая такая пеларгония интересная есть. Это полицефалум пеларгония. Мы тоже много лет, наверное, лет шесть уже. И он такой, конечно, ему бы лампы предоставить, но поскольку я ему не предоставляю лампы, вот он очень-очень медленно растет. Это редкий африканский сорт, вид точнее. А вот у меня дерево портулокари, которое я поформировать начал только весной прошлой. И вот, можно сказать, за полгода уже такой у меня бонсай. Такой горшок, конечно, большой. И вот уже ветки ярусами. Но еще предстоит ей ветки, наверное, лишние все равно срезать, убирать. Хотя она вот сейчас такая вся, даже слишком их много. Но уже бонсайстая, уже вон там какой у нее стволик хороший. Я использую вот эту проволоку. Просто обычную садовую для подвязки, для того, чтобы формировать ветки и придавать им нужное направление роста. Потому что что-то проволоку для бонсай я себе никак не раздобуду. Вот у меня тут камефора есть еще, очень крутая. За более чем за тысячу долларов, выигранная на аукционе когда-то давно. Вот такая штука. Это природник. Ну вот она такая, несколько листьев за сезон дает, а в основном выглядит вот такой коряшкой. Горшок 13 сантиметров. Сама она гигантская, с нее слазит вот так кора. Очень декоративная, считай. Но только вот у них проблема нарастить после того, как ты ее купил. Вот природник с обрубленным корнем, нарастить корневую систему. Ну а зимует она вот так без листиков. В общем, теплице сейчас особо ничего вообще не происходит. Главное следить, чтобы работало отопление, вентиляция, проветривалось все. У меня влажность тут не сильно высокая, потому что хорошо проветривается. Конечно, дополнительные затраты на отопление, потому что улицу топишь практически, получается еще и холодный воздух, что поступает для проветривания. Но ничего не поделаешь. Потому что если будешь плохо проветрить, то грибы очень шутко расплодятся и будут на растения нападать. Вот они, гимноколициумы зимуют. Все с ними хорошо. Вон красненькие они все красивые. Круглый год. Краслые все, вот они зелененькие такие все стали. А вот редхорн вообще зеленый, никакой не ред. Но весной все придет в норму. Бонсайстый, голым. Вон стволик уже какой мощный. Толще моей руки. Ичеверие. Ичеверие тоже вот тянутся без полива, без света. Особенно вот некоторые сорта и виды. Ну ничего, вот такое. В Подмосковье, конечно, тяжело заниматься этими растениями. А с другой стороны, может, и легко они тенинды. Да, тенинды надо им круглый год заниматься. Там на зиму вообще о них забыл. И все. Занимаешься другими делами. Все прекрасно. Но тем не менее, все равно вот так вот, если ходишь, не присматриваешься сильно. Все красиво. Вот они. К лавату мы вообще благодарны тоже эти седмы. Они не тянутся, ничего. Вот эта суперская фаерболл мини, она тоже вообще не тянется. И вот выглядит как хорошо. Плотные розетки такие у нее сохраняются. Причем вот совершенно без полива. Но мне она нравится. Прям такая супер-супер мандала какая-то. Как правильно, мандал или мандала? Мне кажется, мандал. Может, мандала. Вот это вот надо листики убирать. И вот единственная зимой работа, конечно, что-нибудь подметать, листики поубирать. Потому что на весну у меня грунта куча запасенного. Вон там бункеры стоят. Это я все намешивался не себе. Куча-куча грунта разного. Вдоль рядов у меня один так на полу эти бункеры стоят. За этим грунтом, чтобы можно было весной хоба. Не ждать там пока все на улице разморозится, а приступать что-нибудь сажать, пересаживать. Как всегда весной там уже в конце февраля, там, в марте уже, когда солнышко будет выходить почаще, подольше. Будем все сажать. Я себе капусточек вот этих любимых насажаю. Еще других вот на конец на Мексикан Джейн, которые разгребу. Потому что, конечно, куст прикольный, но мне кажется, ей уже плохо просто. Потому что уже материнская розетка вот так большая, основная, она уже измельчала. А маленькие они, вон, какие уже большие. И какую-то такую картину образовали. Ну, симпатичные. Вот эту я люблю. Королевой называю. Королева прекрасна круглый год. Хорошая штука. Вот мои бомбоксы. Точнее, один из. На черепаху похожий на череп. Я его называю череп. С таким дуплом глубоким. Сейчас. Ого. Ну, вот до пальчика туда нормально так залезают. Кто в дупле живет? Забавное растение, очень симпатичное. Тоже оно у меня уже, наверное, который год пытается укорениться. Летом оно обрастает зеленым. Большие листья крупные, красивые. И замечательно. Оно еще светет. Но это мне не цвело. А так бомбокс, в общем, называется кисточкой для бритья. Потому что у него такая хоба. Прикольная очень кисточка. Вот такой цветок. Ну, вот красула все. Стоят, зимуют. Сарка каулис, кстати, у меня некоторые экземпляры. Ее вот зеленые листья сохранили. А некоторые полностью обсохли и листопадят. У них только остался стебель. Телекадоны зимнерастущие. Пожалуйста, паникуляты. Они у меня очень старые. Давно растут. Ну, вот в Москве у меня очень хорошо. Бездосветки толстеют они медленно. А им уже, наверное, лет по 10. Ну, вот я их там обрезал, чтобы ветки эти нарастить. И черенкомень, кстати, хорошо укореняется тоже. Вот. Ну, медленно-медленно растут. Это еще спекса из этого, из Германии я покупал очень давно. Вот так. В общем, вот такие дела. Теплица. Небольшой отчетик вам предоставил. Так что, до встречи в новых выпусках. Подписывайтесь на канал. Там комментарии напишите, как ваша зимовка проходит. С досветкой весело. И можно возиться с растениями круглый год. Или вот так вот. Сурово. Без досветки. Без поливов. Без вообще каких-то дел с растениями, как у меня. Всем пока.